Открытая студия Да, здравствуй, Сергей. Очень приятно, что вы меня позвали в эту студию. Я работаю в банке, в банковской сфере, занимаюсь развитием международного транзакционного бизнеса вот уже почти 10 лет. На конкурс я пришла совершенно случайно. Правда, это было давно, на второй сезон. А, то есть это не первый раз? Это уже не первый раз, да. У меня коллеги на работе рассказали о каком-то интересном конкурсе под эгидой президента, под его патронажем, что есть какой-то интересный конкурс, где отбирают лучших управленцев страны. Ну, я решила идти за компанией. К сожалению, во втором сезоне не удалось пройти финал. То есть я дошла до полуфинала, там отыграла в очных мероприятиях, в очном конкурсе. На этом мое участие тогда закончилось. Но здесь я уже поставила себе цель, что нет, надо покорить эту вершину. Вот. И после ковидных лет в четвертом сезоне я снова пришла, прошла и, кажется, очень даже удачно. То есть я закончила с победой, поэтому я здесь. Ну, это очень здорово. Мы вас поздравляем. Но все-таки я не совсем понял, чем вы занимаетесь на работе, потому что достаточно такое длинное определение. Я с банковским делом, собственно говоря, не имею абсолютно ничего. Но, может, вы мне чуть-чуть поподробнее расскажете, чем занимаетесь? Что это за профессия такая? Профессия банкира или конкретно моя? Ну, смотрите, да, мне всегда нравилось иметь дело с финансами, с экономикой, потому что как-то цифры. Превращаются, да, в что-то такое интересное, грандиозное. Строятся дома, строятся заводы, плывут пароходы, да, люди живут, путешествуют. Это все очень завораживало. А еще мне очень нравилось путешествовать. И поэтому, когда меня позвали на вот такое направление, заниматься развитием международной части, международного бизнеса, мне показалось, это очень интересно, потому что это новые страны, новые люди. И опять-таки банк развития, там, расчеты, еще что-то. Вот. И с тех пор, собственно, примерно этим и занимаюсь. Транзакционный бизнес, как когда-то говорил мой руководитель, это такая основная линия жизни любого банка, то есть это расчеты. Это когда кому-то нужно получить деньги, банки помогают это сделать либо переводом, либо определенными инструментами. Вот. И мы соединяем Россию с другими странами. Ну, сейчас, понятно, в текущей ситуации основной акцент у нас делается на азиатское направление, Китай, Индия. Да, да, у нас там есть филиалы, которые, собственно, помогают нашему бизнесу искать партнеров и вести расчеты. Ну, то есть не потеряли, в принципе, ничего. Как бы работа продолжилась, и вот, допустим, другие партнеры там, вот, скажем так, из Азии, с ними тоже есть контакты, и все получается. Ну, сейчас идет такая глобальная перестройка, на самом деле, перестройка и бизнеса наших клиентов, то есть это какие-то новые логистические цепочки выстраиваются, новые партнеры ищутся, и перестройка банковского бизнеса. Наверное, вы слышали прекрасное вот это отключение от SWIFT, еще какие-то вещи. Вот в этой новой реальности надо адаптироваться, надо работать. То есть это новое время, новые вызовы, и, да, мы ищем возможности, и, кажется, все должно быть в итоге хорошо. Ну, не будем, да, там, говорить о том, как политика сейчас влияет на работу и так далее, уйдем от политической темы. Мне, я все-таки, мне интересно узнать, кто вы такая и чем занимаетесь, вот, по профессии пошли. Это с детства как-то тянуло вот в такую сферу цифры, расчеты и так далее. Ну, с детства я любила математику, очень любила, участвовала, выигрывала в различных олимпиадах. Мне прям казалось, математика — это мое. Вот, а с физикой у меня как-то не очень складывалось. Мне в школе моя учительница поставила пятерку и сказала, только обещай, ты никогда, никогда не пойдешь куда-либо учиться, где будет физика. Вот, поскольку ты любишь математику, с физикой не очень, я подумала, что экономика — это мое. И, собственно, выбрала такое направление. Да, поступила в финансовую академию тогда, сейчас финансовый университет успешно закончила. По специальности бухгалтерский учет, анализ, аудит, опять-таки цифры, цифры. Вот, потом работала какое-то время аудитором, бизнес-консультантом. Ну, и как-то из-за того, что основной аспект моей работы был связан с банками, собственно, потом в банк и перешла. Так что, да, с детства цифры, и вот они, собственно, привели меня сюда. Вы продолжаете обучаться или для вас уже как бы работа в привычку, все достаточно понятно или всегда есть в банковской сфере учиться чему-новому? — На самом деле всегда есть что-то новое. Мир меняется, да, какие-то новые технологии возникают, новые услуги. Я постоянно, наверное, учусь. У меня два высших образования. Второе — это юридическое. Я даже закончила МГУ. Вот, есть какие-то самые разные сертификации, в том числе иностранные. Куча курсов повышения квалификации. — А юридическая, вот юридическая часть, вы как-то уделяете время этой сфере или только банковская все? — Ну, это все связано, да. То есть ты все равно работаешь с какой-то нормативной базой. Ты должен понимать, что происходит, как это читать, да, на что обращать внимание. Собственно, поэтому я и выбрала второе высшее юридическое по специальности, гражданско-правовой как раз специальности, потому что, ну, от этого никуда не уйдешь. В экономике, юриспруденции, экономика, они идут вместе. Так что, да, это все, в принципе, было направлено на то, чем я сейчас занимаюсь. Ничего лишнего каких-то, мне кажется, не было. — Хочется вспомнить именно вот первый, скажем так, вот этот финал, суперфинал вот этого конкурса. Ну, вы тогда, я так понимаю, не дошли до финала. Были в полуфинал, где-то полуфинал. Ну, тоже здорово. Вы сказали, что, в принципе, вот пошли все, порекомендовали, и я тоже пошла со всеми. То есть вы тогда вообще не думали участвовать в конкурсе. И после первого раза, когда вы поучаствовали, с какими мыслями вернулись? Да, тогда я мало что знала. Я буквально чуть ли не в последний день регистрировалась. Надо было быстро заполнить анкету, записать видео, интервью, что-то сделать такое. Главное, быстро и успеть. А потом, по мере того, как я стала читать об этом конкурсе, узнавать, зачем людям этот конкурс, что они дальше с этого поимели. Я прям втянулась. А когда я пришла на вот этот очный полуфинал и познакомилась с таким количеством интересных людей, замотивированных, которые, в принципе, думают со мной примерно одинаково. То есть каждый человек уникален. У каждого свои компетенции. Это общая идея улучшать этот мир, улучшать страну, служить этой стране. Причем там же были самые разные люди. Кто-то из госслужбы, кто-то из бизнеса, кто-то из IT-сферы. У всех это одна идея. Улучшать, строить, создавать, творить. И я поняла, что одно только участие, оно уже дорогого стоит. Потому что редко, когда встречи такие мероприятия, тем более бесплатные, приходи и участвуй, приходи и бери. И та сеть знакомств, сеть людей, которые тебя окружают, с кем-то обмениваешься контактами, она, конечно, тоже дорогого стоит. Потому что так найти гораздо сложнее людей, с кем ты можешь о чем-то поговорить или что-то вместе сделать. А тут вот все здесь. Ну, на самом деле, я просто еще раз повторюсь, что про этот конкурс не знаю тоже практически ничего. Может быть, просто мне не довелось еще поработать, может, как корреспондент или как ведущий на подобном мероприятии. И, возможно, для наших слушателей тоже сейчас не совсем понятно, что происходит на этом конкурсе, кого туда чаще всего приглашают и что оттуда люди получают. Потому что вы ознакомились перед тем, как записаться на этот конкурс. А я пока и радиослушатели не знаком, поэтому сейчас обязательно об этом расскажете. Напомню, что завершился суперфинал четвертого сезона конкурса управленцев лидеры России, проекта президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Больше всего победители из Москвы, 46 человек. На втором месте Московская область и Санкт-Петербург по 6 победителей. Сегодня у нас в гостях Елена Комарова, суперфиналистка конкурса. О ее профессии говорим, об участии в конкурсе. Об этом сегодня наша программа. Елена, возвращаемся, собственно, к теме конкурса. Можно, в принципе, вкратце, да, вот самое основное. Что за конкурс, что за люди там туда приезжают, с чем они знакомятся и какой опыт получают прежде всего. Вы, как работник банковской сферы, наверняка там для себя что-то нашли, если там проходят, может, какие-то мастер-классы, работы с какими-то интересными спикерами и так далее. Прошу. Ну, приезжают самые разные люди. В этом сезоне, в четвертом сезоне сделали такой, организаторы сделали очень интересную структуру конкурса. То есть сначала разделили по трекам, по направлениям, проводили, собственно, конкурсные отборы, финалы, и потом уже победители этих треков приглашали в суперфиналы. Эти треки были самые разные. Самые многочисленные были бизнес и промышленность. Туда шли люди из бизнеса, из банков, те, кто работают в промышленности и так далее. На втором месте это был трек госуправления по представительности, наверное, в суперфинале. Это люди, которые работают в различных министерствах, администрациях и так далее. То есть это такие люди-служители своему народу. На самом деле это прям удивительно, когда ты встречаешься с людьми, ты уже по общению понимаешь, откуда он. Это бизнес, да, и там что-то про деньги, про проекты или это госслужбы. Это говорит за них пиджак с галстуком или нет? Нет, это говорит подача, какие-то акценты, которые они расставляют в своих мыслях, идеях, решениях этих кейсов. Ну, прям чувствуется на самом деле. Не знаю, как передать словами, но на каком-то таком эмоциональном уровне ты понимаешь, да, наверняка что-то у тебя с госслужбой. Вот. Еще трек был интересный IT. Там тоже своеобразные люди, люди, которые работают. IT же сейчас просто вообще востребованы, я так понял, за последние даже несколько месяцев, как все кричат про это IT. А что для IT-шников? У них были свои испытания, да, и свои, собственно, отборочные тесты по их специальности. То есть это те люди, которые были на суперфинале, с кем я познакомилась, люди, которые работали над каким-то искусственным интеллектом, роботом, роботами. И мне один коллега уже, да, очень запомнился, он работает в Почте России. Я даже не думала, что там так сильно это направление. И он занимается вот этими дронами, вот этими роботами, которые будут поставлять. И сейчас уже там есть проекты, поставляют вот эти посылочки, письма. И реально, оказывается, наша Почта, для меня было открытие, она третья в мире по автоматизации, по вот этой какой-то технологичности. Мы только что сломали с вами стереотип, что Почта России. Для меня это было такое открытие, то есть я знаю об этом третий день, три дня, но я до сих пор помню, не третий, а уже, наверное, не день. Вот, то есть это действительно прям круто, IT везде, Почта России, Росатом, там тоже свои технологии, свои какие-то инновации. Ну, понятно, банковская сфера, там без этого никуда, все равно все работает. А банковская как-то с IT коммуницирует? Да, ну, как-то коммуницирует, потому что в любом случае там банкомат, это же тоже программное обеспечение, расчеты. Потому и было интересно вам наверняка тоже этот трек посетить. Ну, я скажу, нет, это не совсем мое направление, потому что все-таки, да, мы создаем продукты, да, новые продукты, расчетные. У меня есть проект по дистанционному банковскому обслуживанию в нашем Китае, в филиале в Китае, вот, но мы как бизнес, мы заказчик больше, да, то есть мы говорим, что нужно клиентам, как мы это видим, как это должно функционировать удобно, правильно, юридически, верно. А IT это люди, которые все это, выслушав, реализуют, вот, это, если в двух словах, вот, но это еще не самое интересное, были другие треки, трек наука, вот, это, да, соответственно, попадали люди, у которых есть, мне кажется, либо они кандидаты экономические, не экономические, просто кандидаты наука, либо какая-то степень, либо еще что-то, ну, это тоже другие люди, да, то есть они вот в своем направлении тоже что-то создают, творят. Был трек медицинский, или он, может быть, был в науке, вот, я тут не скажу, боюсь соврать, но я точно знаю, что там были медики, это люди, которые тоже действующие, там, хирурги, управляют своими отделениями, больницами, еще что-то, и был трек, о котором раньше было мало слышно, культура, соответственно, это, эти люди уже вообще другие, вот, вы говорите, что вы никогда не участвовали, а, может быть, вас как раз там ждут не только как ведущий, но и как культура. А может, я, у меня научная степень. А может, и научная степень, да, да, да. Ну, вот, культура, да, это тоже театры, это люди, там, ректоры, там, деканы каких-то институтов, университетов, самые разные люди шли, и в итоге они становились лидерами-победителями в своих треках, а потом в представительности, наверное, как-то организаторы отбирали, назначали количество мест, вот, выходили в суперфинал. Это о том, кто эти люди, вот, дальше я уже, честно говоря, подзабыла. Ну, мы можем, в принципе, с вами разобрать названия, да, лидеры России, правильно? Я понимаю, что как раз-таки вот эти касты людей, которые там, наука, культура и так далее, это вот как раз-таки все сферы, которые важны сейчас населению. И то есть главные люди в своей сфере приходят именно туда. Ну, конечно, в принципе, так и есть, да, это ключевые сферы, на которых строится государство, самые разные сферы, без которых просто не прожить, не выжить. И люди-лидеры, которые не только могут сами создавать, творить, но и вести за собой. Да, почему это лидеры России? Это люди, которые ведут за собой, идут вместе и не просто участвуют в трендах, да, а эти тренды, собственно, задают, создают эти тренды, то есть направление, куда мы пойдем дальше. И каждый вот в своей компании, каждый в своей отрасли, каждый в своем этом треке, ну и в принципе в своей стране. Кстати, совсем забыла, там же был еще один интересный трек международный. Несмотря на то, что конкурс называется «Лидеры России», участвовали люди из других стран, для них тоже был отдельный трек. То есть эти люди, которым близка Россия, по духу, или родственники когда-то жили в этой стране, они хотят помогать, развиваться в России. Вот, да, от них тоже были свои представители. И, кстати, там, по-моему, один из главных призов был гражданство России. Ничего себе. И да, и действительно, эти люди шли, им это было нужно, по-моему, все участники финала, все свои заявки оставили. Вот так вот, на заметку, все, кто когда-то рвался на запад за грин-карты, у нас можно поучаствовать в конкурсе. Все достаточно, мне кажется, проще проявить свои способности вот так. Нет, не скажу, что это проще, вообще ни разу не проще, потому что это тоже достаточно сложно. Но там были самые разные люди, и из Германии, и из Эмиратов. Понятно, что из наших близких стран, Беларусь, Казахстан, конечно, но из западных стран тоже были, и тоже хотели, участвовали, и очень хорошо выступили. Не сомневаюсь, но я могу сказать, что напротив меня сидит лидер России. Я думаю, да. Отлично, друзья, напротив меня лидер России Елена Комарова, суперфиналистка конкурса. Сегодня говорим о ее участии в конкурсе и о профессии. Будем так плавно, да, еще я о конкурсе буду спрашивать. Первый раз, когда участвовали и дошли до полуфинала, и сейчас, когда решили идти до конца. Почему это стало важно для карьеры и личного роста? Я скажу, как я это пока вижу, потому что суперфинал закончился буквально в воскресенье. Еще не так много изменилось в моей жизни, честно говоря. Ну, скажу, что мне дал тогда полуфинал, и в принципе сейчас участие, и в финале тоже. Как я уже говорила, очень сильно расширяется твоя сеть знакомств. Вот, и ты, в принципе, можешь дотянуться до любого человека и решить любую какую-то вопрос или проблему. То есть, если что-то застряла, какая-то твоя заявка в Минцифре, ты знаешь, к кому обратиться. Или тебе нужно поработать с каким-то клиентом, что-то не складывается. Ты тоже знаешь, куда прийти, потому что все ключевые корпорации представлены. Или если ты хочешь посоветоваться с малым бизнесом, а что вам надо? Какие у вас проблемы? Пожалуйста, все люди из всех сфер есть. Поэтому к вопросу, да, как это на меня повлияло, то, что ты получаешь, да, это здорово. Это такое, оно нематериальное, но оно очень мотивирует, да, участвовать, идти дальше, побеждать. Вот, там, в принципе, один из основных призов, наверное, может быть, даже главный приз для победителей суперфинала, это наставник. К сожалению, пока у меня еще этот наставник не определен, потому что прошло мало времени, но вот этот приз, он тоже очень-очень классный. Почему? Потому что тебе дают возможность дотянуться до людей, которые, собственно, создавали страну, создавали отрасли, да, и ты можешь в каких-то разговорах с ними, да, перенять этот опыт, понять, как эти люди мыслят, да, понять, что тебе не хватает, может быть, где тебе поработающий человек со своим опытом может помочь тебе дальше развиваться. Как это, наставник на день, или он какой-то период с тобой работает? Опять-таки, рассказываю, поскольку у меня сейчас этого опыта еще нет, может быть, мы с вами встретимся через год, и я поделюсь, как это было. Вот. Идея такая, что есть какая-то годовая программа, которая работает с тобой, наставник, но, как показывала практика, и как я понимаю победителей прошлых сезонов, наставники никуда не пропадают из жизни своих наставляемых, и люди продолжают сотрудничать, кто-то переходит уже на работу к наставникам, или кто-то, наоборот, вместе с наставниками строит какие-то школы или создают еще какие-то проекты. То есть мы уже обсудили и ваш путь к финалу, и какой основной приз. Хочу спросить, как руководство отмечает ваши заслуги, как семья реагирует на вашу сферу деятельности, на ваши победы, успехи? Ну, давайте начнем с семьи, наверное, сначала. Семья — это вообще очень здорово, что она есть, она поддерживает, и это неоценимый вклад, и я даже поясню, почему. В конкурсе мы участвовали вместе с мужем, на самом деле, и мы вместе с ним вышли в суперфинал. Ну, к сожалению, ему чуть-чуть не хватило до победителей. А у него была другая какая-то сфера? Или тоже банковская? Нет, он начинал в банках работать, но в последнее время он развивает свои проекты. У него есть идея по развитию космического стартапа. Сейчас он проводит различные патриотические массовые мероприятия, страйкбольные игры, еще что-то. То есть он такой человек творческий и в своем, наверное, малом бизнесе и среднем. Вот. То есть мы с ним... Здесь не конкуренты, хотя шли по одному треку, по треку бизнес-промышленности. Но это тоже не самое, наверное, главное. Расширим понятие семьи. У нас у меня есть там дети, родители. И один из этапов конкурса был такой проект, да, «Добро», трек «Добро». То есть когда вы должны сделать какое-то доброе дело. Вот. Ну, и хорошо бы, если бы доброе дело, оно было бы масштабное или что-то, ну, в общем, принести какую-то пользу, пользу миру, пользу людям, обществу. Вот. И несмотря на то, что там несколько лет назад мы уже думали, да, что мы можем делать, и мы запустили такую ежегодную теперь уже акцию «Дарю добро», акция, в рамках которой мы помогаем Тульскому дому престарелых и инвалидах. Причем не просто помогаем деньгами, вообще нет, да, то есть, понятно, есть какие-то потребности, мы проводим сбор, там, собираем, привозим, но мы помогаем еще и эмоционально, душевно, потому что людям в таких учреждениях не хватает какого-то человеческого тепла. И что мы делаем? Мы с друзьями, с соратниками, с детками-воспитанниками дворца детского творчества тульским привозим туда концерт, выступление, поем песни, читаем стихи, дети и взрослые с родителями делают поделки своими руками. И вот ты проходишь по комнатам, если это лежачие постояльцы, они не могут, например, посетить сам концерт, вот ты проходишь, вручаешь, мягкую игрушку, шитую своими руками, целуешь, вот, и человек прям расцветает, просто там, девочка, деточка, поцелуй меня. Вот, и вот эту акцию, да, на самом деле мы проводили не просто с мужем, да, в ней участвовала как раз моя семья и друзья, и моя мама, она координировала этот проект на земле, потому что мы в Туле его проводили. Вот мои дети помогали склеивать коробки, фасовать это все дело, записывать. То есть семья, она прям сама даже участвовала в одном из этапов. И вот я думал сначала спросить, вот после того, как вы рассказали о своей сфере деятельности, хватает ли времени на личную жизнь, а у вас как бы вся семья вообще, в принципе, приобщена к такой тяжелой, кропотливой работе. У нас есть еще буквально несколько минут, у меня пару вопросов. Вот у вас уже достаточно большой опыт, за спиной как бы много кейсов собранных, скажем так. Не было мысли открывать что-то свое? Ну вот у моего мужа как раз что-то свое, да, он поработал в банковской сфере, даже немножко поработал на производстве. Вот у него свой бизнес, это своя специфика, да, то есть свои взлеты, падения, вот этот ковидный период, когда тоже там все сложно, это надо преодолеть, это определенные нервы. А я сейчас, да, наемный сотрудник, да, то есть у меня более-менее все понятно, предсказуемо, зарплата, да, какие-то задачи, я их решаю. Ну, стабильность, да. Да, и мне кажется, вот этот тандем, он на самом деле очень классный, да, когда один человек в своей сфере он там все создает, а у другого более какая-то стабильная работа, да, со своим тылом. Поэтому, в принципе, то, над чем работает мой супруг, я тоже ему помогаю, там, когда он начинал, даже помогал вести этот бухгалтерский учет, ну, потому что я в этом разбираюсь, понимаю. Поэтому, в принципе, что-то совсем свое, но оно мне, наверное, сейчас не надо, да. Мы и так имеем какой-то семейный... Два раза за сегодня сказали, что встретимся через год, вот и посмотрим, придете уже со своим проектом. Топ-3 совета тем, кто планирует поучаствовать вот в таком конкурсе масштабном, как лидеры России. Первое. Обязательно не бояться и идти на этот конкурс, и пытаться даже, когда думаешь, что вот именно у тебя почему-то не получится, какой-то синдром самозванца. Нет, это не так. У каждого человека есть свои сильные стороны, свои особенности, и он обязательно может победить. Второе. Даже если не получилось с первого раза не сдаваться и идти дальше. У нас очень много людей было, которые не первый раз приходили на этот конкурс и тоже сейчас стали победителями. Ну и третий, в принципе, даже не связан с конкурсами, вообще работать над собой, развиваться. И этот конкурс, он просто как один из кусочков пазла, он помогает в своем пути, в развитии, идти вперед. Напомню, что завершился суперфинал четвертого сезона конкурса управленцев лидеры России, проекта президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Больше всего победителей из Москвы, 46 человек. На втором месте Московской области, Санкт-Петербург, по 6 победителей. Сегодня у нас в гостях была Елена Комарова, суперфиналистка конкурса. Рассказали о участии, о победах, о том, как семья принимает участие в подобных конкурсах и, собственно, о ее профессии. Елена, поздравляем вас еще раз. Спасибо, что пришли. Спасибо. Открытая студия